Вот это не совсем красивая, правильная запись. Правильнее было бы сделать следующее. А, продолжаем, да? Включим. Вот тут поставить лист, чтобы тип локальной переменной лист с маленькой буквы был лист, а не арей лист. Почему? Тогда мне надо всего в одном месте заменить. И теперь мой тест работает не для арей листа, а для линкет листа. Потому что и линкет лист, и арей лист, оба являются листом. То есть я могу в переменную типа лист сохранять и экземпляр переменной типа линкет лист, и экземпляр переменной типа арей лист. Вообще-то поэтому как бы у двух реализаций листа взяли и ввели общий интерфейс. И рекомендуется везде пытаться писать лист, не арей лист или линкет лист, а точный тип. А писать лист, 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 лист. Тогда только в момент, когда мы инстанцируем конструктору, мы не можем избежать, но когда мы делаем конструктор, мы обязаны указать точный тип. Тут же его приводим, говорит, это какой-то лист. Сегодня это линкет лист, завтра это арей лист. Послезавтра мы делаем еще одну реализацию и прислайпим. Лист это не интерфейс? Это тип ссылки, да, может быть. Тип ссылки может быть любым. Абстрактным классным интерфейсом, то есть тут не важно. Лист, пока плохо идет. Так, сейчас, может, мне плохо шмите. Итак, иарей лист, и линкет лист являются листом. У них одни и те же методы. Но арей лист устроен по-другому. Давайте посмотрим, чтобы все было честно. Зайдем в линкет лист. У него реализация здоровенная. Да, во-первых, очень много методов. Вот сколько методов. Во-вторых, вот, собственно, у линкет листа. Внутри есть. Вот, это ссылка на голову, это ссылка на хвост. Вот, есть какой-то класс нод, внутренний, который, собственно, содержит данные. Ссылку на следующий, ссылку на предыдущий. В общем-то, та же самая структура, как и мы делали односвязные, двусвязные списки на третьей лабортовке. На третьей лекции. Да, вот этот тип Е, это вот та неопределенная штука, которая этот линкет лист типизировал. Линкет лист будет хранить элементы типа Е, пока непонятные. Здесь разница. Для коллекции Джошуа Блок и, по-моему, эффективная Java рекомендуют использовать букву Е. Это вроде сокращения элементов. Если это не коллекция, то обычно используется буква Т. Т типа Т. Непонятно, какой, просто Т. Итак, при этом, да, лабораторки, сейчас их нет на сайте, то есть они впервые появляются, я их сделал, они есть VDE, вот только сейчас на облицах. Лабораторки будут у вас следующие. По коллекциям будет 6 новых лабораторок, кроме тех, что были. Это очень просто. Вот 6, я сказал, 6 базовых реализаций есть. ArrayList, LingQList, HashMap, 3Map, HashSet, 3Set. Я вам даю реализованные эти классы. Я взял JDK классы и там все почистил, вытянул кучу методов, оставил какое-то минимум разумие. Сделал реализацию, но не сделал два метода. Судя по-моему, у вас там есть добавление, нет удаления. И ваша задача просто-напросто в этих урезанных классах коллекции реализовать эти методы. Ну, я подумал, что это железобетонный способ заставить вас выучить, как устроена коллекция. Поэтому я сейчас слегка показываю содержимое устройства, потому что мы с ним будем связаны. ArrayList. Устроен подробно. ArrayList. Внутри есть реальный массив. Внутри ArrayList есть массив. И дальше возникает вопрос. Он не вот так установлен? Да. Еще небольшая здесь, как бы, такая дуальность. С одной стороны, коллекции, это Java-класс. В этом смысле на них определена какая-то иерархия. Здесь какие-то предки, потомки, кто-то интерфейс, кто-то абстрактный класс, кто-то класс. Вот это все определено. Телевопы. А с другой стороны, это то, что называется структуры данных. То есть, когда мы уже пришли к тому, что хорошо есть интерфейс коллекция, у меня наследник интерфейс лист, у меня наследник класс линкет лист. Дальше ОП говорит, не знаю как где, мне все равно. Ты потом от листа обязан иметь реализацию каких-то методов. Как реализуешь, мне все равно. И дальше начинается теория алгоритмов. Берется Корман, и он реализуется. Суть в том, что иногда ОПшники хотят, то есть, коллекции, контейнеры, то место, где уже невозможна чистая ОП. ОПшники бы хотели какую-то такую штуку иметь, но Корман говорит, что такой штуки нет. Все, ее не будет. Строить генеральку нет смысла. С другой стороны, Корман сказал, есть две основные способы построить то-то. Поэтому у нас будет две реализации. Не потому что ОПшники хотят две, а потому что Корман знает две. Поэтому их две. Зато Корману уже плевать, какие есть предки. У Кормана нет всех этой иерархии. Они говорят, нет, 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 есть конкретный способ реализовать. Если такая штука, два же связанных список для любого языка программирования. Мы на любом можем это сделать. Везде, где есть ссылки. Туда, сюда, стрелка. Предки, да мне все равно, кто предки. У меня есть конкретная реализация. Итак, орайлист. Внутри содержит на самом деле массив. И отсюда становится понятным, как он делает метод get. Посмотрите. Get по индексу. Очень просто. У него небольшая проверка. RangeCheck. Он сравнивает. Если мы дали индекс, который больше, чем size, он кидает нам вот исключение. Index.out.compound.exception. И конструктор. Таким образом они красиво генерят сообщение. Мне говорят, что индекс ты взял такой, size такой. А на самом деле просто есть поле, элемент. То есть это просто проверка на выход индекса за допустимый диапазон. А дальше просто-напросто. У них есть поле. Элемент data. Ты даешь индекс. Они просто берут. Это массив. И поэтому индексу возвращает элемент. Поэтому методы get и set у array листа в любом случае, для любого элемента, это единица. Давайте я обведу там, где разница возникает. То есть оказывается, что array листу взять средний элемент, пятьсоттысячный, это единица. Так же дешево, как первый и последний. Поскольку array лист в основу построен на array. А array все равно. Это структура с произвольным доступом. Скорость везде одинаковая. То везде единица. А у линкот листа получается, что вот начало хорошо, конец хорошо, а середина плохо. Вот тут у нас на картинке пока не получалось, что лучшее, среднее и худшее всегда одинаково. 1, 1, 1, 1, N, N. Вот тут в нескольких местах будут отличаться. Важный момент. Хорошо. То есть получается на чтении записи середины, array лист просто рвёт линкот лист. То есть на миллионоэлементной структуре данных, в общем-то можно сказать, что линкот лист работает миллион тактов процессора, миллион операций, миллион, там, граф-цикл на группе. А array лист единицу, он просто по именицу обращается к массиву возвращения. Хорошо. Но тогда вопрос возникает, а каким образом мы, например, то есть это штуки, которые структурно не меняют в список, они содержимое меняют, get set, а структуру не меняют. Хорошо, посмотрим структуру, remove, удалить элемент. И тут оказывается, что из массива этот элемент удалить нельзя. Когда мы array листу приказываем удалить, например, вот этот элемент, что он делает? Он берёт и вот этот кусок массива копирует на единицу вот сюда. Ну, он делает system array copy, да, посмотри, покопался там, ну, класс сложнейший, но в конце концов выделено то, что где-то называется system array copy, при котором они берут и вот этот кусок копируют вот сюда. Я вам дам свою слабенькую, небольшую реализацию рейлиста, там детально будет видно, пока нас будут поверили. К чему это приводит? Да, зачем они копируют? Они могли тут поставить какой-нибудь специальный символ, да, что этого элемента больше нет. Да, тогда бы индексация не работала. Так у нас пятый элемент лежит в пятой ячейке. А если бы мы вместо удаления ставили сюда нул, например, то чтобы найти сотый элемент, мы не можем взять сотую ячейку. Пришлось бы бежать, смотри, а тут ничего нет, не считай, не считай, не считай. Это приводит в следующее. Смотрите. Удаление из конца. Если мы хотим удалить вот этот элемент, собственно, ничего сдвигать не надо. Сейчас я обрисую там, маленькую лицо. То есть удалить этот элемент в орелисте, ласт, стоит единицу. Но удалить первый элемент стоит n. Разницу, видите? Здесь 1n, а здесь n1. Здесь синие работают красные, а тут красные работают синие. Почему? Потому что, чтобы удалить этот элемент, надо, на самом деле, взять все элементы. То есть нулевой элемент, как удалить? Надо взять все элементы, начиная с первой, и скопировать на один элемент назад. И чтобы удалить один элемент, придется копировать все остальные. То есть если мы в массиве миллион элементов, Я хочу удалить первый элемент, мне надо будет скопировать 999 999 элементов. Если я хочу удалить середину, то мне придется, если я хочу удалить этот элемент, скопировать половину массива. То есть тут на самом деле ray rule в middle это n9 на 2, n9 на 2, n9 на 2. Но мы договорились, что n9 на 2, 9 на 2 убираем. Миллион или полмиллиона уже не так важно. Главное, что не единица. Чем больше array list, тем медленнее работает удаление первого элемента. Да, еще вопрос в системе возникает. Получается, что если мы создали array list, добавили туда 100 элементов, то у нас внизу как бы массив на 100 элементов. А теперь мы удалили этот элемент, мы скопировали на 1 сюда. И у нас массив-то остался на 100 элементов, а в array list как будто 909 элементов. Массив-то не уменьшился. Поэтому у array list появляется два значения размера. Есть то, что называется size, а есть capacity. Размер и объем. Size, capacity — это емкость. Если мы создали, мы добавили 100 элементов, то и size и capacity равны 100. Если мы удалили первый элемент, то size стал 99, а capacity остался 100. Как будто мы взяли этот пакет, добавляли, добавляли, добавляли. Он увеличивался, растягивался. А потом мы взяли, элементы туда забрали, а пакет у нас не уменьшается. То количество в нем данных уменьшилось, но объем пакета не уменьшился, он уже растянулся настолько. Пользователю снаружи виден только метод size. Ему не надо знать, что мои 99 элементов хранятся в массиве и потом 100 элементов. Ты добавил 100 элементов, size — 100, удалил один — size — 99. Тебе доступны индексы с 0 по 98. Внутри массив больше. Так получилось. Ты добавил, а потом убавил. Массив нельзя уменьшить. Поэтому у нас внутренний объем как бы с запасом получился. Из этого возможны утечки памяти. Я взял, добавил миллион элементов, а потом все удалил. И у меня получается, что оралист спрашивает, какой твой size? Он говорит, 0. Никого нет. А внутри массивно миллион элементов. То есть та же самая ситуация, как в экономике. То есть спрос на сталь повышается, а в метод строит новые заводы. У него максимальный объем добычи, возможно, миллион тон стали в месяц, и объем продаж — миллион тонн стали в месяц. Потом цены на рынке падают, и теперь у него завода построена, чтобы он мог производить миллион тонн стали в месяц, а продает он сто тысяч тонн стали в месяц. Как бы утечка памяти. Он строил заводы, их надо поддерживать, платить зарплаты, или что-то делать, а у него мощность недозагруженная. А мы его с ним можем уменьшить, да? Нет. Здесь суть в том, что когда мы начинаем конкретно работать с данными, надо очень серьезно продумывать какие у нас структуры используются. То есть если оказалось, что мы работаем с миллионом, миллион товаров, миллион каких-то пенсионеров, да? Пенсионный фонд, вас данный, пенсионный фонд. Надо очень четко продумать, какие структуры данных. Но в жизни миллион встречается редко. Реально в жизни программиста — ну, пять, десять, двадцать тысяч. Там все равно. Ну, то есть утечка тридцати ячеек пустых массива — никто не волнует. Получается, что в жизни, на самом деле, программисту бытовой каждый день вот эти цифры не нужны. Когда у вас десять элементов, все работает быстро. То же самое Google. Когда я вожу поиск, он не пишет. Я нашел по слову Hello 10 миллиардов ссылок. Но на странице всего десять ссылок. То есть он обрабатывал мой запрос. Никогда десять миллиардов, ну, посмотрите. Вот реальный бизнес. Да, я пишу. Гугли говорит, я нашел вот один и три миллиарда ссылок. Но он как бы меня обманывает за 0,28 секунд. Я не могу это проверить, потому что на экране всего десять ссылок. То есть суть в том, что вообще грех жизни никому никогда одновременно сразу миллион не нужен. Если я прихожу в интернет-магазин, я не могу физически постричь миллион товаров. То есть этаж кемерина будет там, не знаю, сто пятьдесят метров, и хром семь раз упадет по окончанию банки. Поэтому в реальности программисту эти цифры все как бы не нужны. Но их очень любят на собеседование. Почему? Потому что так и раз в месяц каждый программист умудряется нарваться на задачу, где цифры порядка десять-сто тысяч, а он использует первое попало под руку и попадает на вот это N. И у него все хорошо работало, а пока было десять. Классно все, сайт быстро работал там какой-то. Потом он начинает расти, добавляют данные, а сайт начинает работать медленнее, 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 медленнее. Потому что он не учел, что у него какое-то место в системе, а работает тем медленнее, чем больше данных. И поэтому на собеседованиях, то есть вот спрашивают про вот эти цифры. Это способ проверить, что человек понимает, что есть медленные операции быстрые, раз, понимает, что надо медленных избегать. И он понимает, как на самом деле устроена структура данных. И вообще, то есть человек там, ой, есть хэш-мапа, есть три-мапа, это классно. Он говорит, хорошо, миллион положили данных. Откуда удалить работает быстрее? Не надо, то есть человек берет на автомате, рисует что-то, рисует, рисует, рисует. Многих людей автоматическая память, то есть, после чего человек открыл, открыл, рисунок увидел и может по памяти его примерно нарисовать. Это, в общем-то, никого не рисует. Вопрос, может ли человек на основании полученных данных, там, википедии, и в книгах, сделать выводы. Он говорит, хорошо, да плевать, как оно устроено, что работает быстрее. И тебе пишут конкретно, сравнить типы данных. И вот тут используются цифры. Итак, второй более интересный вопрос. А как же растет арейлист? Растет он следующим образом. Когда мы создаем арейлист, мы можем, как я показывал, в конструкторе передать число. Линкать листу не можем, арейлисту можем. При этом он создает, нью-арейлист от 16. Он создаст внутри массив на 16 элементов. И получится, что емкость, капасити, там просто нет, в общем, капасити в сердцах используется. Равно 16, а size равен 0. Это если я сделал, нью-арейлист от 16. И как бы зарезервировал размер 16, но если я пробую сделать P3, я получу array auto-bound exception. Они как бы обманывают меня. Они говорят, ну массив на самом деле на 16 элементов. Вообще говоря, можно взять 0, 1, 2 и 15. Но это наше внутреннее устройство. Энкапсуляция. Это приватное поля, тебе об этом знать не надо. Для тебя сейчас ты создал array и ничего туда не добавил. Поэтому твой size 0 и попытка взять любой элемент массива, хоть 0, 1, 2, получай array auto-bound exception. Ты ничего не положил, твой пустая штука. Хорошо. Если же мы аргумент не передадим, то по дефолту какое-то значение. Ну давайте посмотрим. То есть у нас... Конструкторный, да? ArrayList. А, ну вот по дефолту 10. Это быстрый follow-up. ZIS можно использовать в джаве двумя способами. ZIS с точкой. Это ссылка на меня самого. И ZIS со скобками. Это значит, что я вызываю свой другой конструктор. ZIS со скобками можно использовать только внутри конструктора. Это говорит, что если вызвали конструктор... Мы там будем проходить. Если вызвали и тестов вызвали. Если вызвали конструктор без аргументов, то на самом деле вызовется конструктор с аргументом где 10. То есть вот этот. И будет создан внутри поле. Мое поле массив. Будет размером 10. Начальный вот. Ну вот. Капасити встречается. Хорошо. То есть получается, что вроде как, если я сразу назову достаточно большой объем... Например, я там резервирую что-то для телефонов. Я могу сделать. Ну вот такой сделал. Ньюоралист, да? По дефолту будет 10. Вообще, у большинства людей не будет 10 телефонов. Что будет, если так и мы превысим текущий капаситет? Делается следующее. У меня тут 16, да? Ньюоралист от 16. Хорошо. Я добавил нулевой, первый, второй. Добавил 16 штук. И добавляю 17. В этот момент они понимают, что у них size уже равен капаситет. Зазора нет. То есть вот сейчас вот тут везде нулые хранятся. И size показывает, что ничего нет. Добавляю add. Size равен единицы, тут что-то хранится. Добавляю add, add, add. Size равен теперь у меня 4. И вот тут что-то хранится, то что дал. А там нулые, ну ничего нет. Хорошо. А теперь add, add, add и вот вот так. Size 16, все. Дальше что нет. В этот момент в моем методе add создают больший массив. Этот массив увеличить нельзя. Поэтому массивы, массив, статическая структура. Создается новый массив. Дальше все плавает от реализации к реализации. Конкретно в текущей версии JDK. Да смотри. Если что-то описали в JavaDock, то они как бы опубликовали контракт. Если в JavaDock что-то сказано, то дальше в любой версии JDK более следующее. Должно быть именно так. Если чего-то не написали в JavaDock, значит контракт не опубликован. То, что внутри происходит, пора вести, имеют право менять. Поэтому я не знаю. Вот то, что я сейчас скажу. Опубликовано в JavaDock или нет? Если опубликовано, то это на века информация. Если не опубликовано, то нам следующее будут поменять. Конкретно сейчас в седьмой JDK создается массив, который в полтора раза больше. Потом все эти данные копируются сюда. И мой новый элемент сохраняется вот сюда. А вот эта штука отдается в гарбыч коррекцию. То есть получается, что, смотрите, очень интересно. Вот тут наконец-то отличается. Метод add. Вот тут интересно, сейчас надо будет посмотреть. Важный момент, смотрите. Метод добавить. Мы добавляем последний элемент. Ну, когда мы добавляем первый, на своем случае n. очень тяжело, надо все элементы сдвигать. Но мы говорим, мы добавляем в конец last. Оказывается, что время добавления в конец ArrayLista, в лучшем случае, если нам повезло. Если capacity было больше, чем size, у нас были там использованные ячейки массива. Оно равно единице. Но если нам не повезло, и как раз, например, внутренний массив будет сто тысяч элементов. И уже там есть сто тысяч элементов. А мы добавляем сто тысяч и первый элемент. То когда мы вызовем r, в этот момент выделят массив 150 тысяч элементов. Сколько выполняется nyu, мы, в общем-то, не знаем. Ну, то есть, nyu массива в единицу, nyu массива в сто пятьдесят тысяч. Но, в общем-то, они работают с одинаковой скоростью. Это спорный вопрос. С одной стороны, в виртуальной машине найти свободное место в хипе размером один байт или сто пятьдесят тысяч байт примерно одинаковое время. Ну, на самом деле, чем больше кусок, тем проще найти для него место. В большой куски тут, тут и тут. Все. С другой стороны, когда мы выделяем здоровенный массив после цификации Java, как только мы выделяем массив, если это массив чисел, там нули. Массив булленов, там фолсы. Массив ссылок, там нулы. Гарбыч коллектор, когда у гарбыч коллектора нет понятия удаления объектов. То есть память, которая была под объектом, он не зачищает никак. Гарбыч коллектор у нас на счетной посчета ссылок. Если он не нашел ссылку, он вообще забыл об объекте. Это означает, что наши объекты в памяти сохраняются. Когда гарбыч коллектор считает, что память не используется, вот там остались какие-то значения. И когда я выделяю массив, и он попадает на старый кусок памяти, то в момент выделения надо пройти по массиву и записать туда что-то. То есть когда я делаю new массив, вообще говоря, скорее всего, найти и выделить память для массива, что один элемент, что миллион элементов одинаково, но вот обнулить его, а по спеке языка мы от обнуления избавиться не можем. Стоит размер массива. Просто чтобы было понятно. В некоторых языках, например, C++, когда я выделяю массив, если я его не обнулю, там будут случайные цифры. То есть предыдущее значение памяти там. Это сделано тогда, когда я делал компьютерную игру, например, я говорю, я не хочу платить. Я, например, то есть это делает Java более медленной, но более защищенной. По сравнению с Супер-Супер. То есть Java получается. В чем защищенность? Всегда, когда выделим массив, там известно точно, что лежит. Для ссылок это нулы. Ты схватишь no-code direct-soption, пытаясь вызвать элемент. Если я возьму 9 элемент массива, вызову элемент в футстринг. Я схвачу no-code direct-soption. Но медленнее мне приходится платить, когда я выделяю массив, какая-то подсистема выделения памяти записывает no, 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 no. C++, когда я выделяю массив, оно говорит, хорошо, отсюда и вот туда все твое. И он не пробегает по нему, не обнуляет. Но при этом, если я буду читать лечейку, каждый раз выделяя массив, и читая там нулевую ячейку, я могу находить там новые и новые, разные числа. Более того, если я выделю массив объектов и прочитаю первый объект, то может оказаться, что я найду там объект. Ну, вот тут я уже не уверен, то есть, может, я уже не блефую насчет C++, но в целом в небезопасных быстрых языках мне говорят, вот твоя память. Я захожу, говорю, а давай-ка в седьмой ячейке попробуем это прочитать как юзера. Он говорит, ладно, смотрит на байт и говорит, ну, это, наверное, адрес, это, наверное, то. Получается, Java у нас более безопасный язык, но в чем безопасность? Поскольку у нас массивы всегда обнуляются, это означает, что если ваша программа выделила массив, туда ничего не сохранила, попробовала воспользоваться ячейкой, она пойдет по нул-коинтер-эксерпшн. Всегда. Если вы пытаетесь работать с элементами неинициализированного массива, там хранятся нулы всегда. То есть тестировщик может что-то там наклацать, получить нул-коинтер-эксерпшн, написать баг-репорт, и пришлет вам, вы сделаете то же самое проклацывание и получите тот же самый нул-коинтер-эксерпшн. В этом как бы ищет безопасность. И там точек же нул, а не что-то. А в языках, в которых не обнуляют массивы, тестировщик плаклацал, и когда он выделил массив, там лежало 19. И на 19 и система упала, 19 плохое число. Число же выделяет 0 до 10. Он переслал вам баг-репорт, он говорит, нажимал вот так, оно упало вот так. Вы нажимаете, точно так у вас все работает. Потому что когда у вас недетерминированная, как бы, ротая среда, когда для него выделился массив, там был такой мусор, а у вас такой мусор. На вашем мусоре, в принципе, все неплохо работает. У вас оказалось, что 3. А 3 это нормально. А у него 19 упало. Вот тут дилемма и, как бы, чем более зачастую защищенный язык, тем более он работает. Выходит, там все почищают, это запрещают, все время проверяют. Итак, то есть, в общем-то, мы не уверены, но можно сказать, что, наверное, большой массив выделить медленно. Что мы точно знаем? Что когда мы выделим массив в полтора раза больше, нужно все старые данные скопировать. А вот скопировать 100 килобайт, это точно долго. То есть обнуление массива, наверное, мы платим в тот момент, когда выделяемся, в спецификации ничего не сказано. Сказано, что когда будет массив, там будут нулы. Обнулил garbage collector или обнулило ключевое слово new, мы не знаем. Кто платит, не знаем. Но когда мы выделим массив в полтора раза больше, при копировании 100 тысяч элементов, фактически надо потратить 100 тысяч единиц времени. То есть в современные процессоры не встроена какая-то инструкция мгновенного копирования памяти. По сути, он по байтам пересылает все. Из этого получается, что у нас метод удалить всегда единицу, метод добавить. Последний элемент. Если нам повезло, то единица. Там было единица. А вот сейчас. Это граница. Добавить элементы. По индексу, оп, записали сюда. Границу перенести. Добавить еще. Границу перенести, записали. Дошли сюда. Добавить. И вот это добавить будет медленнее. Надо выделить массив в полтора раза больше. Надо скопировать все данные. И теперь надо добавить. Получается, что у нас метод add в лучшем случае работает единицу. А в лучшем случае работает n. Когда в списке уже есть 100 тысяч элементов, придется скопировать 100 тысяч элементов. Вот тут возникает разница. Вопрос в среднем случае. Ну то есть, мы говорим да, но ведь это удвоение происходит крайне редко. То есть у меня 100 тысяч элементов, и мне не повезло, и массивы удвоятся, то потом 50 тысяч раз мне повезет. Но потом уступит плохой случай, на 150 тысяч мне опять не повезет. Будут скопированы 150 тысяч элементов, я выделю там 225 тысяч, и потом опять не повезет 75 тысяч раз. Если возьмите корм, а у меня там глава где-то примерно 4 много глав. А вот, наверное, глава 5, вероятностный анализ рандализированный алгоритм. Страниц 33 собственно посвящено обсуждать вот эти разные штуки. И вот оказывается, то есть, если у нас лучшие и худшие случаи одинаковые, то у нас есть одно число. И мы смотрим на плохое или хорошее. Если у нас лучшие с лучшей и худшие очень сильно отличаются, то в большом случае, мы можем знать сколько в среднем мы платим за это. Здесь небольшое отступление. Сейчас не будем анализировать сколько в среднем. Я скажу, что средний 2. Ну, то есть, единица по нашему. То есть, в среднем, а райлист быстро добавляет. Ну, это я сейчас покажу, как вынесся. Вот про эту разницу. То есть, системы в целом в информатике делятся на системы жесткого реального времени, системы мягкого реального времени и не системы реального времени. Система жесткого, реального времени, это что бы, это просто аппаратный комплекс, какая-то карточка, какой-то транзистор там, программа... Теперь программа-аппаратный комплекс — это инженерная ерунда. Система жесткого, реального времени — система является системой жесткого, реального времени если она гарантирует время работы конкретных операций. Далее пример. У нас есть – это встроенная система за бухту. У нас есть ракета самолетная, воздух в воздух, и стремитель ее выстреливает, и она летит со скоростью километров в секунду, 3 скорости звука. У нее переехали на водилках, инфракрасная, и что она смотрит, палит в другие самолеты, и должна поворачивать крылья. Она летит со скоростью 1 километр в секунду. Если случайно она увидит, что она поворачивает вправо, и в момент принятия решения, между тем, что красная камера задетектила, что самолет вправо, и движением закрытка случайно будет 1 десятая секунды, ракета пролетит 100 метров. Это вообще, говоря, плохо. Но это не так плохо, как если ракета сама не знает, сколько времени пройдет. Если оказалось, что это всегда 100 миллисекунд, ну так бывает, то, в принципе, военные с этим научились жить. Ну, например, когда я на военке учился, да, вот танк, я стреляю. Я знаю, что снаряд летит всего лишь, допустим, километр в секунду. Когда вижу другой танк на расстоянии 2 километра, я знаю, что мой снаряд всегда летит 2 секунды. У меня есть лазерный целеуказатель, лазерный дальномер, я хоп, щек, оно 2 километра. Я знаю, что когда жму ногу, то через 2 секунды снаряд окажется танк. За 2 секунды тот танк проедет метров 10-20. Я могу упредить, я могу стрелять, он едет по курсу, там, на военке учат, там, два корпуса танка, отступил, я стреляю на упреждение. Перебил, он едет, я стреляю сюда, пока мой снаряд долетит, он подъедет и получится. Значит, это если мой снаряд, всегда хорошо. Лучше как стрелять лазер, он сгорел. То есть он идет 2 секунды, хуже. Но в плохой случае, когда снаряд тяги то ли 1 секунду, то ли 2, то ли 0 секунд. Получается, а там есть, то есть я не могу, я не знаю, то есть полет обновитно ударит, то ли не надо упреждение взять. Система жесткого реального времени, это системы, которые гарантируют время отклика. То есть, фактически, это все встроенные системы, которые работают с железом, которые быстро движутся. Ракеты, самолеты, автопилоты, системы управления, там, всякие современные немецкие машины, BMW, Mercedes, автоматическое управление впрыском топлива. То есть, в принципе, там цилиндр работает сколько-то там, сотен или тысяч раз в минуту. И система должна подлавлять в момент, когда цилиндр проходит, там впрыскивать топливо. То есть, если случайно цилиндр сместится, то там дыбу будет, получится заборохнуть. Это системы, например, да, системы мягкого реального времени. Это системы, которые стараются гарантировать это. Яркий пример. У меня есть типичная проблема, где хотели бы иметь жесткое реальное время, но иногда довольствуются и мягким реальным временем. Это система торговли на бирже. Я подключен по сетевому каналу к Нью-Йоркской фондовой бирже. Я слежу за курсами акций. То есть, 5 тысяч акций разных, да. У меня есть какой-то робот, там был Форекс Клуб. Так, это программа, которая смотрит, и я тут трейдер выставляю, что отслеживать цены на вот эти, на акции этих 300 компаний, да. Все компании IT-отрасли. IBM, Intel, IMD, там, Sony, Nokia, все это. И если в среднем цены на акции начали падать, то я свои акции должен срочно продать. Это реально, в общем, многие пишут. То есть, торговля на бирже, это вот, кто же знает, точно, Харьковский ЕПАМ этим занимается, там, достаточно большой отдел. Был. Сейчас, может, год назад. И суть в том, что когда цены на акции начинают опускаться, то, в общем-то, все роботы по всему миру стараются продать. И фактически было бы хорошо, если бы мой робот, например, в течение одной тысячной доли секунды. То есть, между тем, что моя сетевая карта, мне по сетевому слову зашел пакет, где сообщено, что, наконец-то, там, 300-я акция потеряла в цене. Уже все потеряли, я знал раньше. Но сейчас акции Nokia снизились на четверть процента. Я получил пакет, и через одну тысячную секунду из мотива моей сетевой карты вышел пакет, который говорит, продавай. Но, в принципе, если каждый тысячный раз я не успеваю, ну, дальше начинается вопрос, плохо, хорошо. Но, в общем-то, такие системы, пишут обычно, стараются обеспечить жесткое реальное время. Потому что, ну, если я торгую 100 долларами, черт с ним. Каждый тысячный раз я не успеваю, теряю 100 долларов. За тысячу раз я нарабатываю. Такое казино. Но если я проторгую миллионам долларов или миллиардам долларов, то, вообще говоря, не хотелось бы, чтобы каждый тысячный раз я терял миллиард долларов. То есть, для некоторых типов бизнеса это критично. То есть, вот тут начинается сутно-числом. Как в этом, в бойцовском клубе. То есть, есть машина, время-дременно она взрывает. Из-за технологической проблемы, время-дременно она там застрает, выливается бензин и все заживо сгорают. Но это случается три раза на миллион. Исправить дефект стоит на миллион долларов, а выплатить три, значит, страховки, трех заживо сгоревшим, нам стоит, допустим, 900 тысяч долларов. По 300 тысяч долларов за страховку. Мы выбираем, как страховая компания, как автомобильная компания, не ремонтировать машину, пусть горят. Ну, то есть, реальные инженерные проблемы. То есть, мы не можем сделать идеальную турбину. У меня от времени там сломаются, да, там, недавно Саяна-Сушинская уломалась. Взорвалась, улетела турбина, 67 человек погибло, могло затопить Красноярск. Там миллион человек. 67 человек, что с ними? Миллион уже плохо. Чернобыль взорвался. Что-то не взорвалось. Ну, оказывается, что, например, кто что знает, в Global Logic'е писали, пишут, очень много, там, человек 300, стройная система, наверное, на Си для этих всяких кардио... Людей, которых слабое сердце, вживляют, значит, чип, и он там сердцу посылает сигмал. В принципе, чип имеет право заболить. Но какая-то у них цифра определенная, Министерством здравоохранения, что, например, не чаще, чем один раз на миллион чипов в год. Понятно, что человек каждый раз входит в метро, и у него, значит, из-за движения метрового сердца останавливается. Это плохо. Если мы продали миллион чипов в течение года, а одного человека чип остановился из-за сбоя в аппаратах, и человек умер, то Министерство здравоохранения всегда решает, что вот это можно запускать в продакшен. Соответственно, заказчик всегда, когда делает ПО, он устанавливает вот этот срез. Так вот, я о чем. Если мы пишем систему реального времени, систему торговли на бирже, по сути дела, мы не имеем права внутри использовать класс оралиста. Потому что у него худший случай вот такой. То есть оралист будет хорошо-хорошо работать, но когда-то может, будет заработать медленно. То есть у меня обычно, вот, сетевая карта, вошел пакет, через одну тысячную долю секунду пакет вышел. Цены упали, продавали. Цены поднялись, покупай. Но каждый какой-то раз пакет зашел, и я тут затупил. Не одну тысячную долю секунды, а десять миллисекунд пара долю. Вообще говоря, это заказчик запобычно для системы торговли на бирже считает это неприемлемым. В то время, как если, например, сайт, мы говорим, знаете что, время от времени, но не очень часто, наша страница рендерится не сто миллисекунд, а одну секунду. Десять раз получается. Каждый тысячный раз. Заказчик может сказать, ну и черт с ним. Он говорит, а сколько стоит исправить? Барин, ну нужно 200 человек от часов, по такой ставке программист, он говорит, а не, я не потрачу 30 тысяч долларов, чтобы мы избавились от этого эффекта. То есть это не система реального времени. Система реального времени считается, что очень специфическая отрасль алгоритмов и написание КОО, и там туда очень странно попасть, но вроде как разработчики там очень много получают. Вроде как, речь идет про 200 тысяч долларов в год. То есть примерно как американский хирург, кардиохирург, или там хирург на голове, гейрофирург. Потому что по птичке с этих программистов, программистов систем реального времени очень большой спрос. Ну, например, систему управления ракет для военных. Да, американская военка, американский военный бюджет 700 миллиардов долларов. То есть Америка каждый год